Вы смотрите новости и мы продолжаем. Красноярский металлургический завод возрождает прокатный комплекс. Запустить его планировали еще в советские времена, однако после развала Союза об этих планах пришлось забыть. Теперь к идее проката вернулись. Какая польза от этого будет заводу и краю в целом узнавала Елена Иваницкая. Свой профессиональный праздник на этой неделе отметят металлургии страны. В Красноярском крае довольно много предприятий, сотрудников которых в этот день будут поздравлять. Одно из них Красноярский металлургический завод, на котором мы сейчас и находимся. Предприятие специализируется на переработке алюминия и алюминиевых сплавах и сейчас занимает третье место в стране по мощности. Продукция Кранза востребована как на внутреннем рынке, так и за рубежом. В странах Евросоюза, США, Австралии. При том, что основные производства это плавильное и прессовое. Но только пока. Сейчас завод планирует возродить прокатный комплекс. Планы эти существовали еще в советские времена. На завод даже завезли специальное оборудование. Однако после развала Союза о прокате пришлось забыть. 22 года техника простаивала. Но теперь ей дадут новую жизнь. Процентов, наверное, 70 механического оборудования на площадке имеется. Нужно оснастить ее новыми системами контроля, новыми системами управления. И все заработает. Будет продукция лучшая. По всем мировым стандартам даже лучше. В принципе, проект на сегодняшний день сделано решение и разработано проект на документацию стадии П. Проект пошел положительное заключение главного экспертиза, что в настоящее время в нашей стране является очень большим шагом. И через два года отсюда приедет первая плита. Таким образом, в крае, помимо выпуска первичного алюминия и его минимальной обработки, будут изготавливать продукцию с большей добавленной стоимостью. Авиационные плиты, компоненты для аэрокосмической промышленности, баночную ленту. При этом проект создаст более 150 новых рабочих мест. И это крайне важно, отметил временно исполняющий обязанности губернатора края Виктор Толоконский, который приехал на завод с рабочим визитом. Условия закрепления молодых специалистов и молодых кадров на таких базовых предприятиях нашего края. Ну и вообще, внимание к людям, это очень важно для того, чтобы эта промышленность, которая составляет гордость края, основу экономического могущества края, могла эффективно функционировать, развиваться. Пользуясь случаем, Виктор Толоконский поздравил всех металлургов края, это более 32 тысяч жителей, с предстоящим профессиональным праздником. Отметят его в конце недели. Впрочем, до этого, заметил Виктор Толоконский, он посетит еще ряд металлургических предприятий, например, Красцветметский алюминиевый завод. И поблагодарит его работников за тяжелый, но важный для региона труд. Елена Иваницкая, Денис Тимошенко, Новости.